Продолжение следует... 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 В 2008 году получил медицинскую премию совместно с другим основателем иномонологии Паулем Эрдеком, как известно, помните, концепция антикологенеза, что в рамках воспалительного, локального я хочу обратить внимание именно на это. Я в данном случае не буду говорить о системном воспалительном. Частный вариант сепсис, антикологический шок, об этом не слово. А вот мы будем говорить о тех механизмах защиты против инфекции, которые реализуются на уровне барьерных систем организма. И в случае попадания во внутреннюю среду организма, инфекционных агентов, пассивно или активно, неважно, и вот именно реагирование на попадание во внутреннюю среду инфекционных агентов является тем импульсом, которое запускает те реакции, о которых впервые, вот говорил Илья Ильич Мечников, и говорил о примумуис, о фагоцитозе, о фагоцитарной реакции, носителем которых являются нитрофильные гранулоциты, моноциты, макропаги, и в последние 20 лет к этой же группе профессиональных фагоцитов относятся дендритные клетки. Вот эти три типа клеток, они специализированы на, что принципиально важно, на распознавание патогенов, в данном случае, инфекционных патогенов, которые проникли в очаг, в воспалении, в формировании, в формировании. И их последующие иллюминации. Вот, собственно, современное представление о механизмах иммунитета, которые, кстати, охватывают, охватывают вот это определение и, собственно, те реакции, которые реализуются в блоке механизмов приобретенного иммунитета, в частности, выработка антител и формирование антигеноспецифических клонов ТЭБ и импоцитов. Об этом немножечко в конце. Наш будет акцент в нашем сообщении в основном на механизмах врожденного иммунитета. В концепции Мечниковской, которая уже установила основные стадии процесса хобоцитроза, такие как химотаксис, ну, по-современному это взаимоадгезия, то есть фиксация опционизированных бактерий, поглощение, а дальше процесс уже гибели или по Мечникову внутриклеточного пищеварения, Мечников рассматривал нитрофилы, микрофагии, по Мечникову, по-современному нейтрокалы, ну, здесь схематически это изображено, и моноциты, макрофагии. А теперь мы и говорим, додритные клетки, как система клеточной защиты организма, неотложно мобилизуемая в случае появления признаков, а вот чего? С точки зрения теории Эрлиха обоснованы совершенно появление во внутренней среде признаков чужеродных антигенов, ксеноантигенов в широком смысле. А система врожденного иммунитета, по каким она молекулярным образом патогенов распознает инфекционные агенты. Самое интересное, что вот это стало понятно и известно только с 1996 года, только 20 лет тому назад. И оппоненты Мечникова ставили ему как раз в вину, и существенно, потому что кто знает историю противостояния на конгрессах ежегодных гуморалистов и победтористов, знают, что вообще-то при жизни Мечникова, несмотря на то, что его работы были оценены в Нобелевской премии, концепция Мечникова большинством медиков, биологов, не было признан. Это такой удивительный исторический факт. Почему? Потому что у него были два уязвимых положения фагоцитарной концепции. Подбрасываешь тушь, поглощают макрофаги и микрофаги тушь, подбрасываешь микробы, добавляешь какие-то пищевые молекулы, тоже идёт, но не погоцитоз, пиноцитоз, как мы теперь знаем. То есть это, говорили, ваш процесс неизбирательный, и он может приводить даже к аутофобицитозу, в частности эритроцит. Но, в общем-то, в ряде случаев патологические. При патологических состояниях имеет место. То есть отсутствие представления о том, по каким компонентам микрофаги инфекционных, с помощью рецепторного аппарата, как мы теперь уже знаем, и как мы знали эрихами, достоинство эриховой концепции, почему она сразу овладела умами всех учёных, заключалось в том, что избирательность в рамках эрихофитской концепции гуморального иммунитета антителогенеза была однозначно объяснена избирательность защиты предупредительных прививок против оспы, против куриные холеры, против сибирской язвы, против беженства. Это вот классический рамок. Потому что эрих вёл представление о рецепторном механизме восприятия патогенов и этим рецепторным механизмом то, что сейчас является так называемой рецепторой Б-лимпоциты, PCA-лимпоциты. В 70-м году к ним подключились рецепторы на Т-клеточных лимпоциты, PCA-лимпоциты. А в рамках концепции, исходной концепции мечников таковых представлений, которые бы дали понять, почему настолько избирательны всё-таки именно иммунные механизмы. Этого не было, не доказано и даже не выпинуто мечников. Это, значит, первое уязвимое положение отсутствия в представлении рецепторного аппарата механизмов врождённого иммунитета. Поэтому длительное время совершенно не обосновано, но это было распространённое представление о том, что вот этот блок механизмов эволюционно представленный у всех животных, то есть самый древний механизм, носил название неспецифического иммунитета. Те, кто вот здесь присутствующие постарше, в общем-то у них уже в подкорке этот термин с современной точки зрения нашего знания неточный и некорректный, потому что все иммунные механизмы как блоки врождённого иммунитета, так и приобретённого по Эрлиху или адаптивного сейчас называют, хотя немножко терминологию, рецептор опосредованный. И это принципиально отличает иммунные, защитные, в частности, противоинфекционные механизмы от других механизмов противоинфекционных защит, таких как, например, кислая PH желудочного сока. 99% микробов температурной необработанной пищи, попадающей в желудок, гибнут в результате элементарного физико-химического процесса динатурации. Там и там никакого распознавания патогена не происходит. Высокая температура у птиц, у всего класса. Это тоже физиологический механизм невосприящегости к инфекции, который тоже у этого всего, представителей всего класса птиц, является одним из ведущих механизмов противоинфекционной защиты, но не иммунной. Там нет элементов распознавания. Ну вот, собственно, вот это вот то, о чем я сейчас говорил, это вот и отражено вот на этом слайне, что по современным представлениям те механизмы, которые Луи Пастер и Мечников вслед за ним в общем-то относил тоже к иммунным, вот, это на самом деле группа механизмов, которые носят названия тоже противоинфекционные, анатомические и физиологические инбориды. Видимо, к ним же нужно приставу купить, особенно у высокоразвитых, высших многоклеточных, а тем более теплокровных, это огромное изобилие еще так называемой нормальной микробиоты. Но сегодня не об этом. Сегодня преимущественно будем говорить о механизмах врожденного иммунитета и их значимость, которая была далеко, то есть до значительных, буквально даже вот 10 лет тому назад еще, значимость этих механизмов врожденных иммунитетов в инструкциях, в канализировании, в адаптивном направлении вот этих реакций приобретенного иммунитета, которые только 5 лет тому назад получили название адаптивного иммунитета. Вот мы сейчас попытаемся об этих работах и поговорим. Ну, в общем-то, это банальная схема, то есть то, что нужно просто представить нам, какие-то носители, субстраты, в частности, лимфоидная система, в том числе не только лимфоидная, но и костный мозг, который, в общем-то, является источником большинства пьедов первоначальных иммунной системы, имеется в виду взрослого организма. Итак, конкретно. Вот здесь я представляю очень кратенько концепцию Шарля Джануэра. Это американский исследователь, иммунолог, большую часть жизни которой, и он в этой области был известен, были связаны с изучением Т-клеточного иммунитета, то есть частного случая превосходного или адаптивного иммунитета. И вот в 1989 году он задался вопросом, что при экспериментальной иммунизации, при вакцинации, оказывается, нам важно иметь не только конкретную антигенную субстанцию, вызывающую ту или иную типу Т-клеточного или Т-клеточного иммунного ответа, но оказывается, если иммунизацию очень аккуратно и тонко проводить только в присутствии антигенов, не развивается приобретенный адаптивный иммунитет. Как-то вот считали, само собой разумеющим. Вы знаете, чтобы в эксперименте вызвать антителогенез, нужно добавить какой-то адюван. Адюван, что это такое? Это компоненты, клеточные оболочки, микобактерию, туберкулин. Ну, убит. И вот, исходя вот из такого наблюдения, в общем-то, сейчас совершенно очевидного для всех нас, но в 90-е годы, еще далеко не очевидного, женуи приходят к представлению о том, что определенные реакции в блоке именно первоначально рожденного иммунитета, они необходимы для того, чтобы осуществились адаптивные защитные реакции, протективные реакции в блоке механизмов приобретенного иммунитета. и вот эти структуры, что тоже теперь совершенно очевидно, но, так сказать, это вот в концепции Дженуэя уже получило такое систематизированное, упорядоченное представление о том, что компоненты, конечно же, именно микробных оболочек и являются вот теми легандными молекулами, он их назвал патоген, ассоциированный понятно с микробами связанные в частности, молекулярные, то есть это молекулы, паттерны, а вот паттерны немножечко кратенько разъясняют. Типовые молекулы, то есть они в эволюции в больших группах положительные бактерии, грамм негативные бактерии, ну в данном случае пептидогликан, липотрихоевые кислоты у грамм положительных, у грамм негативных это, например, липоколисахарид, компонент наружной мембраны, грамм отрицательных бактерий или эндотоксин, у микобактерий это миколовые гликолепиды, вот липиды, ара, это очень, несмотря на видовое, совершенно неисчислимое количество представителей вот в этих группах, трех основных группах, элкоттерий по современной терминологии, да, однако, вот эти молекулы устроены стереотипно, паттерново, с точки зрения химической организации, и какое-либо изменение в их структуре может привести к существенному нарушению жизнедеятельности микробов, и происходит отрицательная селекция таких микробов, и вот в эволюции в эволюции механизмов распознавания патогенов у животных по Дженуя должны сформироваться рецепторы, что и действительно было, и потихоньку уже к тому времени накапливались об этом данные, речь идет о начале 90-х годов прошлого века, то есть вообще совсем недавно, и он их назвал паттерн распознающими рецепторами. Но самое интересное, что первые паттерно распознающие рецепторы вот эти патогены были открыты совершенно неожиданно в группе Жоя Копмана, французского исследователя, лауреата Нобелевской премии 11-го года. И это было как-то интересно у насекомого у традоклера Мелана Кастер, а Брюсен Бютер, а это американский исследователь, патофизиолог и микрордиолог Круплий, его исследования были связаны как раз с изучением механизмов сепсиса, то есть системного воспаления, на животных это были мыши, крысы и у человека. Вот это вот и отражено в том, работе по изучению именно активации врожденного иммунитета. но активации какой? Рецептор опосредованный. Вот чем принципиальная значимость вот этих двух групп исследований. И, чтобы уже к концу не возвращаться, в этой же группе был Ранг Штаймон, который получил Нобелевскую премию, это единственный случай в истории Нобелевских премий, посмертно, он за два дня до его объявления его в ближнем врядом скончался от Ранг Послунической Железы, который открыл дендритные клетки, но, что еще более важно, не только открыл, но и доказал их значение для приобретенного иммунитета. Работы группы Жуля Коппана плодовая мушка, как все животные, живут в довольно-таки агрессивной среде, в том числе вот для плодовой мушки довольно-таки считается таким инфекционным агентом небезопасным, это грибы аспирюль с фумидатусом. И вот в группе его группе а конкретно французские исследования Бреновли Метер изучая изучая вопрос о том почему среди многочисленных биохимических пептидных факторов внутренней среды дрозофилом и лоногаз которые вот здесь перечитаны лептерицин атаксин дрозоцин цикропин дефенсин и дрозомицин дрозомицин обращаю внимание на звучность не подчеркиваю то есть вот оказалось что устойчивость к инфекции дрозофилом и лоногаз зависит от набора вот этих пептидов которые сейчас в литературе получили название антимикробные эндогенные пептиды пептиды а функции которые я вам расскажу далее но суть такая что в случае инфицирования грибом а именно аспердилус фумиганус синтезируется из всего вот этого набора защитных молекул преимущественно только одна молекула которая получила название дрозофиломицин ну тут ее как бы пространственный образ это довольно-таки небольшая молекула аминокислотный состав этой полипептидной молекулы не более 50 аминокислот она положительно заряженная и что оказалось что вот гранулиметр задался вопрос а почему если инфицировать например грамм негативной бактерии то будет вырабатываться другой тип пептида дрозоцин или цикрапин то есть несмотря на отсутствие несмотря на отсутствие у насекомых как у большинства беспозвоночных блокомеханизмов приобретенного адаптивного иммунитета который в эволюции возникли только впервые у хрящевых рыб эти механизмы уже уже на уровне насекомых имеется избирательное реагирование на тип инфекции и именно дрозамицин из всех вот этих инфектидов именно прицельно в геомолинке дрозофиламиланогастр инактивирует грибы и вот вообще-то работу сделал это я для молодежи рассказываю потому что мы-то уже наше поколение с такими случаями в науке встречал вообще всю эту работу на самом деле от планирования эксперимента до печатания на самом деле сделан в грудоле мятер а Нобелевскую применение получил директор института который бывает так в жизни и научный вот почему-то непонятно Нобелевский комитет в этом не разобрался по непонятным причинам хотя в общем-то в наше исследование я вам дальше буду говорить но уже на позвоночном мы часто встречались с этими исследователями особенно в 90-е годы когда вот это был массовый пик этих исследований и с Бренолеметром и с Жюлем Хоффманом для нас все было совершенно очевидно что Бренолеметром и делал в чем суть этих работ буквально кратко Бренолеметром доказал с помощью сочетания молекулярно-гинекологических методов биохимических методов и иммунологических методов детали опускают что за распознавание патогена ассоциированного молекулярного паттерна у гриба аспирюлис фумигатус является компонент клеточной стенки гриба который всем хорошо известен как манан то есть это олегомер маноз деман это вот характерный имен льв оказывается что вот этот баттерн распознается с помощью белков и рецепты и циркулирующих белков и мембран ассоциированных рецепторных белков распознается с помощью так называемого тооль по-немецки тооль рецептора который экспрессируется у взрослого животного на поверхности клеток жирового тела жировое тело это аналог печени позвоночных но кроме обменной и потокситирующей функции у взрослого насекомого жировое тело является органом иммуногенеза продуцирующих весь набор пептидов который был представлен и изучен вот тут как раз эти пептиды их структура первичная вторичная функциональная активность в смысле антимикробная она как раз вот тут вот за это журой кокнутой нужно было дать премию а вот почему избирательные происходит в случае грибковой инфекции на гриба только выработка дрозомедицина это работа извините брюнолеметра так вот этот рецептор получил название ТОРН по немецки и он был открыт за 10 лет до вот этих исследований брюнолеметра в известной немецкой группе Нюссен-Волхард которая изучала процессы эмбриогенеза у дрозофила меланогастр используя в этом исследовании различные методические подходы в том числе и методов нокаута она выяснила что при формировании дортоверсанной дортовентральной оси личинки дрозофила меланогастр выключение нокаута по этому гену приводит в родство и когда первые данные ей показали она воскликнула по-немецки толк что означает невероятно такой бытовой несколько слен когда они уже стали печатать в своих статьях ну как мы будем их называть да будем вот давайте так то ли то ли мы назовем но самое интересное оказалось следующее что значит они расшифровали они расшифровали они весь путь сигнальной транслюкции который ведет к активации одного из транслюкционных факторов это так называемый дортал фактор который будучи активирован в цитоплазме транслорцируется в ядро и запускает гены иммунного ответа ну что отражено вот на это и вот среди этих генов иммунного ответа есть ген ответственный за синтез ген который несет в себе информацию адроза медицины то есть совершенно блестящая работа молекулярно-генетическая в своей основе но что интересно в этом что оказалось что вот этот тот рецептор который у личинки в процессе эмбриогенеза он не имеет никакого отношения этот рецептор к иммунным реакциям в том числе и личинке если таковую вызвать а вот у взрослого организма эта структура рецепторная структура участвует уже совсем в другой группе психологических механизмов иммунных механизмов вспоминаем сразу Александра Михайловича Угорева его концепцию о функциональных блоках он первый в мире и никто это в мире не цитирует кроме некоторых наших отечественных случаев с формированием представления так называемых функциональных блоков в частности рецепторов в частности о некоторых молекулах нейропептидах он часто говорил которые в различных ситуациях на разных стадиях антогенеза могут быть использованы в различных физиологических реакциях путем их тасовки изменения локализации в организме и в клетке те же самые нейропептиды СНС выполняет одну функцию а на уровне пищеварительного травка другую функцию Александр Михайлович Угорев это для молодежи мы уже давно забыли к сожалению вот что происходит в случае мутации в патологическом это вот аспергиолис фумегатос погибает инфекционный агент то есть вот это гипогриба мгновенно погибает это что принципиально принципиально тошка селективная точечная продукция вот это пептида она связана с реагированием на патоген ассоциированный молекулярный паттер по дженуэль и это есть рецептор опоследован механизма который ведет активация определенной группы генов там акцент был сделан на дрозомицине но на самом деле там целая группа как правило включается генов иммунного ответа просто дрозомицин это как говорят иммунология эффекторная молекула килинговая она килинг гриба если он попал в внутренний сфер работа бьютлера итак работа французская 1996 год работа бойтлера бьютлера по разному его тоже нобелевского лауреата но в данном случае здесь с приоритетом и заслугами все нормально именно бойтлер заслужил он и руководил группой он активно участвовал он уже до того 35 лет в этой области работал и сам работал руками вот а не просто только иногда руководил или делал замечания своим сотрудникам положительные хочется надеяться так вот работы бойтлера были связаны с изучением реагирования липополисахарида как частного случая теперь мы говорим в рамках концепции дженуя на патоген ассоциированный молекулярный патрон и в 1998 в 1998 в в рамках выполнения программы геном человека в базе данных вы знаете что она была эта программа распределена между сотнями лабораторий это сейчас можно весь геном пройти за один день тогда это в 90-е годы было невозможно еще техника исследований секвенирования не была настолько высочайшим уровнем они зашли сразу же после работы в брунольной матери и нашли что оказывается белки и соответственно гены которые ответственны оказывается есть и у млекопитающих есть и у человека и мыши их назвали эти соответственно гены ответственные за синтез толь подобных рецепторов толь лайт рецепторов потому что там очень велика степень гомологии у человека например и мыши их по 9 изоформы и причем как выяснилось выяснилось каждая изоформа толь лайт рецептора ответственна за работу с относительно ограниченным кругом патоген ассоциированных молекулярных паттерн которые для них являются легантами и соответственно это вызывает несколько разных избирательных характер иммунных реакций что показал показала группа бьюти лап она показала что да вот тот толь рецептор который выразоковый он лидирует монам оказывается толь лайт рецептор четвертый вот четвертый на клетках мононуклеарной фоноцитирующей системы а представители ее во всех органах мононуклеарной фоноцитирующей системы в том числе и в ЦНС микроглия ответственно за распознавание патогена ассоциированного муклеарного паттерна липополисахарида и распознавание этого паттерна во внутренней среде приводит к запуску пути сигнальной трансдукции с активацией транскрипционного фактора NF Ppo B самое поразительное оказалось следующее ранее все это расшифровали не только структура toniеч рецептора четвертого и всех других но оказывается и в пути сигнальной трансдукции много тождественных по структуре и функции компонентов пути сигнальной трансдукции Так же, как НФКПБ – это белок того же самого семейства, что дорзал транскрипционный фактор у городов полуменого образца. Вот в эволюции этот вопрос о теме нашей сегодня. В эволюции были закреплены определенные функциональные элементы по, напоминаю, лечению уголева. И вот они используются в данном случае. Итак, это приводит тоже к запуску, к активации после транслокации НФКПБ. НФКПБ – нюклеофактор, обнаруженный первоначальным В-клетком при синтезе, изучении механизма синтеза легкой цепи. То есть не с врожденным иммунитетом, а легкой цепи. Это вот сравнение с то, о чем я вам сказал. Полной идентичности, полного совпадения нет. Но большинство элементов совпадают, так же, как и конечная реальность. Итак, в блоке механизмов рожденного иммунитета существует эволюционно возникший и закрепленный, например, разошвенный мыши и человека, аппарат распознавания патогеносоциированных мегулярных паттерн. И это приводит к тому, что синтезируется совокупность белковых молекул и, в частности, пептидов, и, по современным представлениям, вот эта концепция патогеносоциированных молекулярных паттернов 1989 год и распознающих их рецепторов. Вот она вот, слева это элеганты, а справа это те именины, типы рецепторов. Это огромная, большая область исследований. А вот они уже оценены соответствующей научной общественности. В данном случае объективно, в случае Вольфтера. Вот. И что очень важно, что очень важно, что вот эта система, представленная этой группой рецепторов, сейчас уже обнаружена у всех многоклеточных животных, начиная с кишечно-полосных. Но до конца не доказано, что вот те изоформы у кишечно-полосных, например, у метуз, то-лайк рецепторов, имеют отношение к иммунным реакциям. Вы вспоминаете, что то-лайк рецепторы, это были открыты вначале как факторы морфогенеза, участвующие в морфогенических процессах. Поэтому до сих пор еще встает вопрос, а уже не было, что вот, может быть, действительно, и в нашем организме то-лайк рецепторы, будучи неэкспрессированы на клетках мононуклеарных, как и цитирующих, а, например, они обнаружены на клетках микрогенеза, то-лайк рецепторы в мозге, у животных. Какова их рецепторы? Вряд ли сащие. Это к вопросу, опять-таки, о функциональных блоках и того, что здесь есть и что еще и следует. Это, в общем, иллюстрация того, что различные паттерны распознаются разными изоформами, это вопрос их локализации, это плазмолема, вот вверху, а часть рецепторов расположена в эндосомах, в которых открыты относительно недавно, 15 лет тому назад. Не будут в детали останавливаться. Так вот, у млекопитающих в случае активации вот этого сигнального пути, в частности, вот открытым Бойкером, где паттерн распознающих рецепторов был липополисокарид или эндотоксин, синтезируется, посмотрите, какие соединения. Они, все эти соединения имеют прямое отношение к формированию защитных иммунных реакций. Но, подчеркиваю, они все были инициированы в результате рецепторного распознавания паттерна. Смотри, цитокины, тнея паттерна, интернетин одинако-бета, интернетин шестой, геронуситарный мулькогранный колонистимулирующий фактор. Это важнейший фактор, который позволяет на уровне постного мозга синтезировать дополнительные количества фабицитарных клеток, нитрофилов и макрофалов. Хемогин, интернетин восьмой, МКП-1, интернетин восьмой, хемогин для нитрофилов. Почему теперь мы знаем, по крайней мере, у Вышлых, Мечниковские же это исследовали, почему в очаги острого локального инфекционного первого выходят нитрофилов, а оказывается, потому что там вырабатываются при повреждении эпителия вот эти интернетины восьмые. Они являются эндогенными факторами, уже привлекающими белковыми соединениями, привлекающими дополнительный клеточный ресурс, обеспечивающий заплату фабицитоз и активацию микроба. Молекулы адгезии. Вообще без молекулы адгезии вообще невозможны все эти перемещения. Особенность иммунной системы, как врожденного блока, так и адаптивного, там происходит постоянное движение, перемещение клеточных популяций, самых разных. Это все невозможно без молекул адгезии, которые экспрессируются на эндотелии, которые экспрессируются на яйцах иммунной системы. Ну и антимикробные пептиды, как выяснилось. Так же, как у насеком, у человека, так же синтезируется антимикробные пептиды. Значит, вот это важнейший факт. Я заканчиваю вот этот разъем. Вот здесь. Здесь. После распознавания идет поглощение, но ведь микроб в случае фабицитарных реакций, он же еще живой. Фаголизосомий, он живой. И вставал вопрос. Плоть до 1960-х годов. 1960-х годов. То есть, совсем недавно. Еще 50 лет тому назад. А как происходит инактивация микроорганизмов от фаголизосомных структур? И вот первая работа, это вот историческая, то есть это, как бы, можно сказать, это нобелевская работа, которая показала, что за инактивацию еще поглоцитированных, но еще живых микробов внутри фаголизосомы ответственна группа пептидных и белковых средин. И вот впервые, сначала в лейкоцитах морской свинки, потом кролика, потом человека, вот этот исследователь спецнагель, который уже древний пожилой человек, но жив, это американский исследователь, показал, что эта группа соединений, это, так называемые, относительно небольшие молекулы, которые он же, правда, несколько позже назвал эндогенными пептидными антибиотиками. Не конвенциональные микробные происходили, а наши эндогенные пептидные антибиотики. Прошу извинения, но я вынужден резко сократить. В связи с этими исследованиями, это 63-й год работы. А в 70-м году, под руководством Игоря Петровича Ашмарина на кафедре биохимии Санкт-Петербургского и Дальненградского университета начались исследования, то есть с задержкой на 7 лет. Но должен сказать, что это были первые исследования на кафедре биохимии, и частично они проводились и выехли, поскольку с 72-го по 77-й год я был сотрудником Института эволюционной физиологии и занимался этой проблемой. Но потом я ушел и, так сказать, увел это направление уже в Институт экспериментальной физиологии. Вот просто нельзя не сказать об этом человеке, что вот он инсценатор вот тех исследований, пионер исследований, так? Совместно с морфологом Пегалевским, который использовал морфологические для детекции вот этих эндогенных пептидных антибиотиков, в частности, дефенсином от английского «дефенс защита оборона». Это уже другой исследователь, не спецнагий и не Ашмарин, а американский исследователь Роберта Лерра ввел этот термин, подчеркивая этим самым функциональное назначение этих морфл. И если первоначально они были открыты в фагоцитах, как киверные молекулы, то теперь, теперь уже вот эти молекулы находят во всех барьерных эпитериях организма. И не только. О чем немножко, если успею, скажу дальше. Но принципиально важно, что в случае с фагоцитами эти молекулы работают внутриклеточно, а в случае с барьерными эпитериями они, как правило, работают на поверхности слизистых и волков. Это важно. И эти молекулы в микромолярных концентрациях, которые имеют место вот в этих биологических структурах, и вива, в микромолярных концентрациях, подчеркиваю, обладают мощной антимикробной активностью. Будучи как положительно заряженные, содержащие по три десульфидных мостика, очень схематически, да? Тут представлены некоторые данные, но не буду уже останавливаться. Это вот уже данные нашей школы. Мы изучали, например, у кур, у черепа, эти пептиды, у медуз, и мы их обнаружили. Это есть наши работы. Совместно, вот, кстати, с этой американской группой, это ведущая была на протяжении 30 лет, ведущая группа в области исследования дефицинов, и мы с ней сотрудничали на протяжении 20 лет. Но что принципиально? В связи с этим я должен сказать, что вот это маленькие молекулы, 30 аминокислот, положительно заряженные, это маленькие, компактные, в силу того, что их структура, так сказать, они структурированы, вот эта вот здесь схематически представлена вторично-тритичная структура, она стабилизирована тремя десульфидными мостиками, молекулы очень устойчивы к протеиназам, это вам непонятно, поскольку эти молекулы работают в довольно-таки жестких условиях, формируя химический барьер, защитный против микробов, два слова буквально, что среди этих молекул, просто вы в литературе можете встречать, встречаются вот такие необычные молекулы, то есть те молекулы в общем-то линейные, хотя имеют десульфидные связи, а вот это дефенсина, это макроциклическая молекула, в 1999 году в лейкоцитах обезьяны макарка Мулата, Резус, было обнаружено вот такие макроциклические положительно заряженные молекулы, обладающие мощной, бактерицидной и лейкоцитной активностью. Это наши работы, мы показали, что эти молекулы, они очень необычны, их могут быть из-за формы, не буду останавливаться, кроме группы дефенсина в наших же лейкоцитах и у большинства других исследованных на этот предмет, на предмет вот этих эндогенных антибиотических эффектидов, обнаружены еще такие молекулы, как каталицидины. Вы просто в литературе это встречаетесь, информирую. Значит, каталицидины, это в отличие от дефенсинов, имеющих совершенно определенный, будь это альфа, бета, дефенсины, молекулярный дизайн, каталицидины, молекулярный дизайн, в каждом конкретном случае, имеют специфические особенности. Это есть и линейные молекулы, это есть молекулы с десульпидными связями, просто они синтезируются, молекула предшественница, в ней содержится вот этот компонент, который носит название ингибитор катапсина или каталин. Хотя вот этот конечный, красный, вот эти вот пептиды все. Самое интересное, что вот эти каталицидины, каталицидины, у каждого вида, например, млекопитающих, они особенно представлены широко в фагоцитах и в барьерных эпителиях млекопитающих в том человека, они видоспецифичны. Вот это удивительно. Если там вот, говоря о пепетинсинов, там есть существенная степень гомологии, различные степени, то вот каталицидины совершенно различны. И вообще это до сих пор непонятно. Потому что, в общем-то, многие животные живут в той же экологической среде, что и человек, и общаются с тем же набором микроорганизмов. Значит, если исходить из того фактора, что это молекулы были отобраны в эволюции, по крайней мере, вот млекопитающих, которых они изучены, в том числе и человека, как факторы, основным фактором селекции их отбора являлись микроорганизмы. У нас общий микроорганизм, с крупным рогатным скотом, с овцом, с овцой, с экспериментальными животными. Но наборы вот этих очень... Это говорит о том, что инфекционные агенты являются не единственными факторами отбора в эволюции на предмет набора вот этих соединений. И что... Да, однозначно, и в нашей школе, в школе Ашмарина, в западных школах, однозначно доказано, что это ведущие, инактивирующие инфекционные агенты при инфекционной патологии. Факторы врожденного иммунитета, обеспечивающих защиту. Но, по-видимому, у них есть еще другие функции. У меня есть пять минут? Все. И вот, к сожалению, я очень много пропущу. Если кто хочет, вот из молодежи доступен этот... Тут речь идет о механизмах. Это молекулярные перфораторы мембран. Отсюда, так сказать, эффективность действия. Когда вы разрушаете поверхностные структуры, особенно у микробов, у которых это не только, не просто барьер, а это же плазмолема у микроорганизмов, это же, ну, по крайней мере, у Элбактерий. Это же мощный фактор формирования, обеспечивающая структуру, обеспечивающая процессы окислительного форилирования и синтеза АТЭЛ, чего нет в нашем. Речь идет о кислородозависимой. Итак, последнее. Штайман. Чтобы была логика, какая-то изложение, чтобы вы поняли, почему я на него. И вот как раз в связи с работами Штаймена и встает вопрос, что действительно, вот у этой группы соединений, кроме их антибиотических, были открыты всего лишь 15 лет назад, а вообще вот эти систематические исследования начались последние 5 лет, наряду у дефенсинов. В частности, дефенсинов, вырабатываемых барьерными эпителиями. Вот в данном случае барьерные эпители, я вот упрощаюсь к этому. В случае активации через столы рецепторы, то есть барьерные эпители обладают способностью тоже продуцировать антибиотические эпители. Не только барьерные эпители, а вот барьерные эпители. Значит, происходит синтез бета-дефенсина второго, это разновидность, изоформа. Ну вот у человека с таких бета-дефенсинов аж 30 изоформ. Но функции бета-дефенсинов знаем мы только четыре. И вот одна оказалась совершенно неожиданной. Оказалось, что вот бета-дефенсин второй является ничем иным, как хематином. Хематиновые молекулы для незрелых дендритных клеток, которые открыл Штальман. И благодаря продукции в очаге воспаления в очаг воспаления привлекаются не только нитрофилы моноциды микрофазы, но и дендритные клетки. Паштальман. Дальше эти дендритные клетки, захватив остатки микробов, а иногда, по некоторым данным, и цельные микробы, инактивируют, осуществив как переваривание по мечнику внутриклеточное, по лимфатическим сосудам, которые здесь не отражены, здесь изображено микрососудистая ложь, выходит в ближайший лимфоузел и осуществляет представление микробных антигенов. Это вот работа Штальмана, которую он доказал и за которую, в частности, он получил Нобелевскую. Вот выход. В данном случае тип клеток Волгенгаза, это кожа. Вот выход уже захвативших микробные компоненты ближайших и представление в лимфоузлах белковых антигенов микроорганизма. И вот так-то через первоначальные реакции врожденного иммунитета, так, в том числе и при участии некоторых изоформ бета-дефенсинов, эндогенных антибиотических кептидов, но когда они уже в эпостасе хематиновых молекул, происходит мобилигазация незрелых дендритных клеток, и начинается вот тот путь, который обеспечивает завершение всего иммунного процесса у высших, потому что он, как правило, связан с мобилизацией B и T лимпоцитов, формирование антител, антиген специфических популяций B и T лимпоцитов и всеми выходящими отсюда последствиями. Но вот эта гунцель хематиновая, она уже реализуется не в микромолярных концентрациях, как в случае антибиотического действия, а в нано-эпикомолярных то есть у дифенсинов на клетках внутренней среды организма нашли рецепторы, в частности на тендритных клетках. Сейчас это моя заключительная праза, уже обнаружено около дюжины рецепторов, в частности вот, например, рецепторы АКТГ всем хорошо известные и характерно изучаемые, которые оказывается тоже легируют и для них некоторые изоформы дефенсинов во внутренней среде нашего организма в случае развития стресс-реакции эти бета-дефенсины являются регуляторными молекулами связывающими с рецептором АКТГ, но не активирующие эстеролитбинуты, а подавляющие. То есть открыть новый механизм отрицательной обратной связи, регуляции, чтобы не зашкаливала система гиперпродукции глюкокортикоидов, потому что избыточность глюкокортикоидов вызывает что? иммуносупрессию, как блоки механизмов рожденного, так и адаптивного иммунитета. И вот над этим мы работаем и, надеюсь, будем продолжать работать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы говорили об первой связи, по-моему, один из последних. Был показан механизм активности инфекционного очага. И вот там основным фактором был кислород. Так вот, есть ли разница какая-то в аэробных и анаэробных бактериях вот в этом плане? Спасибо за вопрос. Да, значит, вообще вот вся эта система, связанная с антимикробными пептидами, она эффективно работает против, более эффективно, против аэробных бактерий. И когда попытались разработать препараты на их основе для противостояния анаэробным бактериям, да, столкнулись с трудностями. То есть анаэробные бактерии более резистентны вот этому молекулярному механизму. Детали не могу разговаривать. То есть это надо иметь в виду. Все не так просто. Скажите, пожалуйста, вот с эволюционной точки зрения где же вот микроатлея, там существует ли какая-то система защиты от избыточной продукции правоспалительной экстрактимы? Где? Микроатлея. Да, должна существовать. Да, да, да. Но, вы знаете, противовоспалительные системы, это во-первых, ну вы сами знаете, как физиологи, это в общем-то доминантно, доминантно по результату. Это симпатоадреналовая система, это хваламины, так, это гипоталамы заранодпочечника в виде выработки глюкопротекоидов противовоспалительного. Значит, теперь, в случае вот с тоннерецепторами, да, вот там, тоже уже найдена система клеточная, не знаю, ли найдена вот эта клеточная система вот в клетках микроглии, которая носит название СОПС, СОПС-система, СУПРЭСОР, СУПРЭСОРСОР ОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТАПИНОВ. Ну, и вообще, эта работа совершенно блестящая американских последних десяти лет оказывается мощнейшей, и многие считают, что даже эта система более эффективна, как противовоспалительная, сдерживающая развитие при инфекционных процессах системного воспаления, не локального, а системного, это меланокартиновая система. И самое оказалось, что легандами в этой меланокартиновой системе тоже могут быть не только альфа-меланоцид, стимулирующий гормон, но и некоторые изоформы бета-дефенсина, о чем я вам не рассказал. Спасибо, Владимир Николаевич, мы это благодарим. Спасибо, татартика. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...